Здравствуйте, дорогие друзья! Я расскажу вам, как провести пикет или митинг в вашем городе. Меня зовут Артемий Зайцев. Я являюсь одним из организаторов митинга против уголовного преследования видеоблогера Гаспара Авакяна. Мы провели митинг 15 июля 2019 года в Ростове-на-Дону. И в принципе мы добились кое-какого результата, потому что по удивительному совпадению следствие очень быстро завершилось. И буквально через неделю закончилось, и материалы следствия были переданы в прокуратуру, а затем в суд. То есть следователь не затягивал расследование, как это бывает в тех случаях, когда у следствия недостаточно доказательств, и они просто держат задержанного в СИЗО и там еле-еле ведут следствие. То есть хотят, чтобы он хоть в чем-нибудь сознался. А в случае с Авакяном следствие закончилось очень быстро, в том числе благодаря жалобам его юристов многочисленным, ну и митингам. Митингу тоже. Я вам советую связаться с теми, кто борется со свалками, против вырубки деревьев, еще с кем-то. Они наверняка проводили публичные мероприятия, они вам могут подсказать, как это делать обычным гражданам. Есть политические партии, но там, скажем так, слишком много активистов. И обычно, вот кто-то один занимается подачей уведомлений, например, а кто-то другой занимается, там, ну, собственно, проведением мероприятия. И вот о тонкостях, как и что делать, вам нужно будет расспрашивать сразу несколько человек. Если они, конечно, согласятся вам это все рассказать. Законодательство, которое регламентирует порядок проведения публичных мероприятий, это, в первую очередь, конституция, которая разрешает гражданам свободно собираться. Во-вторых, это федеральный закон о собраниях, митингах, шествиях, которых регламентирует, что да как. Третье, это региональный закон о вопросах проведения собраний, митингов, шествий. И четвертое, это какое-то вот местное постановление или региональное постановление о том, какие места являются специально отведенными местами для проведения публичных мероприятий. С точки зрения федерального закона, публичным мероприятием являются собрания, шествия, митинги, автопробеги тоже являются публичным мероприятием, и они рекламентируются этим законом. Разница только в форме публичного мероприятия. Пикет, это публичное мероприятие без звукоусиливающей аппаратуры. Митинг, это с использованием звукоусиливающих средств. Что такое одиночный пикет? Одиночный пикет, это форма публичного мероприятия в форме пикетирования, но законодательством предусмотрено то, что вам не обязательно подавать уведомления. И это самая простая, самая легкая форма проведения публичного мероприятия. То есть вы выходите один с плакатом, например. Есть проблема? Проблема, что многие боятся выходить на одиночный пикет и считают, что одиночный пикет это такой смелый-смелый поступок. Нет, это безопасно, но если вы все-таки боитесь, возьмите кого-нибудь себе в поддержку, чтобы какой-нибудь человек со стороны снимал происходящее на телефон. Если к вам кто-нибудь подойдет, будет приставать или сотрудник полиции подойдет, попросит у вас документы, чтобы в отношении вас уже не было никаких нарушений. Вы понимаете, да? То есть вы сами наверняка не хотите ничего нарушать, но кто-то может по отношению к вам что-то сделать. Поэтому просто можете подстраховаться и кого-то взять в помощь, просто вот со стороны понаблюдать, если будут какие-то инциденты. Настоятельно рекомендую прочитать федеральный региональный закон, особенно то, где нельзя проводить публичные мероприятия. В федеральном законе сказано, что нельзя проводить публичные мероприятия возле судов, возле мест лишения свободы, в районе Кремля, в том числе на Красной площади. В региональном законе написано, что нельзя проводить собрание митинги-шествия, вот в нашем региональном законе Ростовской области, в районе областной администрации, возле школ, больниц, на рынках. То есть, но там не сказано про пикеты, поэтому пикеты можно проводить в принципе и даже в этих местах. Поэтому я могу вам сказать, что форма одиночного пикетирования самая легкая, простая и с ней лучше всего начинать. Есть еще одно такое ограничение в областном законодательстве, что пикетирующие не могут стоять друг от друга ближе, чем 50 метров. То есть, в таком случае это может считаться массовым мероприятием. Поэтому смотрите, чтобы рядом с вами никто не пикетировал, чтобы вместе с ним не попасть. Вы можете также провести целую серию пикетов одновременных. То есть, вы можете стоять в разных местах города и проводить пикеты со своими друзьями. В областном законе в нашем сказано, что общее количество участников для проведения мероприятий не должно превышать 100 человек. Это странная очень формулировка, я потом скажу об этом. Но она точно запрещает количество одиночных пикетов больше 100 одновременно на расстоянии 50 метров. Теперь я расскажу вам о проведении митинга или пикета, не одиночного. Когда вы организуете публичное массовое мероприятие, вы отвечаете не только за себя, как на одиночном пикете, но и за других людей, которых вы не знаете. И вы не знаете, что у них в голове и что они будут вытворять. Поэтому законодатель предусмотрел уведомлений, чтобы вы подали. И тогда они выделят вам уполномоченного человека от администрации на вашем публичном мероприятии и уполномоченного от полиции на вашем публичном мероприятии. То есть, ваше публичное мероприятие будут охранять, чтобы ничего плохого не произошло. Чтобы никто не пришел и вам это мероприятие не сорвал, не устроил драку, потасовку, ничего такого. А это часто бывает. То есть, какие-нибудь политические партии, они могут и что-то такое вытворить. У нас в законодательстве предусмотрена такая норма, как создание специальных отведенных мест для проведения публичных мероприятий. В федеральном законе сказано, что эти специально отведенные места надо определить в региональном законе. И там же в региональном законе можно указать количество участников предельно, когда не требуется предоставление уведомления. Но формулировка в нашем областном законе достаточно странная. Формулировка такая, что общее количество участников в публичных мероприятиях, для которых не требуется уведомления, 100. То есть, как так? То есть, там не сказано в этой формулировке, что в одном месте, то есть, в специально отведенном месте могут собираться до 100 участников и проводить публичное мероприятие. Сказано предельное количество участников, но не сказано где. То есть, из формулировки я могу понять, что 100 одиночных пикетов, например, можно, а 101 нельзя. Вот для них не требуется подача уведомлений. А вот насчет проведения одного мероприятия, ну, честно говоря, у меня вызывает вопрос такая формулировка. И я бы не стал проводить публичное мероприятие без подачи уведомлений. Я бы не стал, это еще вот по какой причине. Даже если вы собираетесь провести публичное мероприятие, в котором будет менее 100 человек, и даже если вы это будете делать в специально отведенном месте, которое есть в вашем региональном законе, многие участники публичного мероприятия вас спросят, а это мероприятие согласовано или не согласовано. То есть, многие люди не пойдут на такое мероприятие, потому что даже участники мероприятия несогласованного, как это было вот в 2019 году в Москве, несут административную ответственность до 15 суток. И поэтому я бы все равно подал бы уведомления в установленном порядке, в установленной форме, что там-то и там-то будет проведено публичное мероприятие. Кроме этого, когда будет получен ответ от администрации, а это они обязаны сделать в течение трех дней, что ваше публичное мероприятие согласовано, мы это можем опубликовать и начинать агитацию. И средства массовой информации, они с радостью подхватывают такие новости, и они пишут, вот в таком-то месте в такое-то время будет согласованный митинг или пикет. Поэтому подача уведомления и получение согласования – это еще возможность пропиарить ваше публичное мероприятие. Поэтому я склонен к тому, что даже если вы проводите публичное мероприятие в специально отведенном месте, и вы не ожидаете большого количества участников, вам ничего не мешает так сделать, как делали мы. Ну, мы, правда, заявляли там полторы тысячи участников для проведения митинга. То есть мы указали до полутора тысяч. Могу сказать, что в нашем случае был проливной дождь, мы не могли митинг перенести на другое время, потому что он был заранее согласован именно в это время, когда шел дождь. И участников митинга было всего 60 человек, но по интернету, онлайн-трансляцию посмотрели 40 тысяч. Это еще одна причина, почему следует проводить публичные мероприятия. Я очень благодарен средствам массовой информации, которые пришли осветить наше публичное мероприятие. Теперь я вам расскажу об уведомлении поподробнее. Я рассказал уже о важности уведомления, но теперь я вам расскажу, как это уведомление подавать и как его писать. Дело в том, что многие составляют уведомления неправильно, не отражают 9 пунктов, определенные федеральным законом. И значит им отказывают на основании того, что они там что-то не указали. Поэтому я сразу перечисляю, что должно быть в вашем уведомлении. Уведомления. Уведомляем вас о проведении публичного мероприятия. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И дальше по порядку. Первое. Цель публичного мероприятия. Второе. Форма публичного мероприятия. Это пикет или митинг. Место проведения мероприятия. Дата и время проведения. Предполагаемое количество участников. Формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка. Организация медицинской помощи. Намерение использовать звукоусиливающую аппаратуру. Дальше. Организаторы публичного мероприятия. ФИО, адрес, телефон, e-mail мы указывали. Фамилии, имена, отчества, лиц уполномоченных. Организаторам публичного мероприятия выполнять распорядительные функции. И дата подачи публичного мероприятия. То есть, я говорю о том, что нужно непосредственно 9 пунктов, перечисленных в законе, указать. Дальше. Уведомление подается в срок по закону от 10 до 15 дней. Я не рекомендую подавать вам вот ровно за 10 дней. То есть, допустим, вы хотите провести мероприятие 16 числа и идете подавать 6. Вам, скорее всего, откажут. Вам скажут, что, ну, ребята, должно быть 10 полных дней, а так 10 не полных дней. Что это такое? Ну, скажем так, в общем, чтобы такого не было, лучше приходите подавать 5-го. То есть, за 11 дней до публичного мероприятия. Выбирать площадку следует из предполагаемого количества участников. Я уже говорил, что существуют специально отведенные места для проведения публичных мероприятий. В Ростове-на-Дону в каждом районе по 2. Достаточно много мест, где можно собираться. А в Краснодаре на весь город всего 3. Причем одно из этих мест находится за городом в каком-то поселке, который относится к городу Краснодару. И, ну, это очень мало. В этих специально отведенных местах уже посчитана площадь, сколько людей может вместить это место. И у администрации обычно не вызывает никаких проблем давать разрешение. То есть, они не должны, там, считать, чтобы вот на каждого человека, участника, приходился квадратный метр. После подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, после получения ответа о том, что ваше публичное мероприятие согласовано, можно проводить агитацию. Для агитации мы использовали вот такие листовки элементарные. Они печатаются на принтере на А4. И, в принципе, их могут распространять кто угодно. На этих листовках написано, что митинг согласован против уголовного преследования журналиста и блогера Гаспарова Лакяна. Приходите, число, время, место. Требуем. Вся информация, ссылки. Эти же листовки распространялись, как картинки в социальных сетях. На самом митинге мы говорили, конечно же, на тему Гаспарова Лакяна. И собирали подписи под резолюцией. Что такое резолюция митинга? Организаторы митинга эту резолюцию готовят, естественно, заранее. И собирают на митинги подписи. Эти подписи можно собирать и после митинга. У нас получилось всего 500 подписей. Копии резолюции с копиями подписей были отправлены в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет России, президенту и в прокуратуру Ростовской области. Ну и экземпляры, естественно, остались у нас. Оригиналы подписей людей. Зачем это все нужно? Ну, во-первых, в резолюции написано, какой авокеан хороший и что мы хотим, в том числе, чтобы его выпустили из СИЗО. И эта резолюция подавалась адвокатами в ходатайстве, чтобы ее приобщили к материалам дела вместе с подписями. И это ходатайство рассматривалось судьей в районном суде и в апелляции, в областном суде об избрании меры пресечения. Что вот был митинг и люди требуют, чтобы его выпустили. Нам, честно, это не помогло в случае с Гаспаром Авокеаном, но это неплохо на самом деле, что мы эту резолюцию сделали. Мы это сделали совершенно не зря. Она у нас получилась вот такая вот толстая, прошитая, с подписями. Мы эту резолюцию с подписями можем теперь показывать ответственным должностным лицам. То есть, если суд вынесет обвинительный приговор и придется обращаться к должностным лицам, то есть, ходить на личные приемы в прокуратуру, каким-то уполномоченным по правам человека и так далее, вот эта резолюция с подписями может быть использована. То есть, адвокаты и родственники Авокеана, они могут этот документ тоже показывать людям, которые принимают решение, что Авокеан-то не пустое место, что ради него вот собрался митинг, и вот люди высказались, выразили свое мнение, в том числе и подписями. Еще немножко о проведении митинга. Когда вы будете выступать на митинге и когда ваши участники будут тоже выступать на митинге, внимательно смотрите, кому вы даете слово. Лучше всего давать слово тем, кого вы знаете, потому что иногда на митинг приходят совершенно странные люди и начинают нести какую-то чушь от себя, которая не касается темы вашего мероприятия, и в этом случае вам будет как бы очень неудобно. В заключение хочу сказать, что организация митинга – это очень весело, это очень интересно, это незабываемый опыт, это достижение вот тех целей, ради которых вы собирали публичное мероприятие, и это большая общественная польза, как правило. Даже если вот цель митинга была не достигнута, вы все равно можете задокументировать ваш митинг в форме резолюции с подписями и использовать этот документ при общении с теми или иными должностными лицами в будущем. Ваше публичное мероприятие, оно не останется безызвестным. СМИ, особенно региональные, очень любят подхватывать такие темы, что где-то митинг был, где-то что-то прошло. Для них это интересно и это обычно вызывает большой отклик и у журналистов, и у читателей, которые потом узнают. О нашем митинге в поддержку «Гаспарова океана» узнало очень много людей, всего порядка 40 тысяч просмотров видео на разных площадках. Поэтому я очень сильно доволен, и я считаю, что если граждане хотят высказываться, то они это могут делать. Главное все делать по закону, и все будет хорошо. Ссылки на документы в описании к видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом проведения мероприятий. Спасибо.